Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Сегодня я вам расскажу об абсолютно экологически безопасном и даже в какой-то степени полезном способе борьбы с некоторыми мелкими насекомыми и даже более крупными. В первую очередь речь идет о тле, трипсах, в какой-то степени паутинный клещ, а также некоторые гусеницы. Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. В обилии и доступе к химически синтезированным средствам защиты растений мы частенько забываем о естественных источниках инсектицидных веществ. Конечно, распечатать ампулу или бутылочку, или вскрыть пакетик, растворить и опрыскать иногда нам кажется чуть легче, чем возиться там, что-то собирать, настаивать и так далее. Однако же широкомасштабное использование химически синтезированных средств защиты растений заставляет нас потратить, пусть немного больше усилий, однако же использовать экологически безопасные и безопасные для здоровья способы сохранения нашего урожая. К одному из таких способов относится использование отвара всем известного и такого надоедливого растения, как одуванчик. Одуванчик обыкновенный. Он является злостным сорняком в наших садах, в огородах, мы беспощадно с ним боремся, однако у него есть большая польза. Кроме того, что можно готовить чай из вот этих серединок одуванчиков, даже варенье варят, об этом все знают, но никто не пользуется. И очень зря, ведь это флавоноиды, это укрепление сосудистой стенки, это улучшение состояния кожи, это много-много-много пользы для здоровья, улучшение функции печени и так далее. Но сейчас о саде огороде. Обратите внимание, что одуванчик практически не повреждается болезнями и вредителями. По крайней мере, вот в Беларуси я ни разу не видел, чтобы одуванчик, если только речь не идет об осени, там какие-то пятнышки на листиках появляются, когда он уже начинает отмирать, но это нормально, естественно, куда бы он делся тогда, если бы его там что-то не ело уже в конце его жизни. Но вот в течение периода летнего, весеннего никакие болезни, никакие вредители его не берут. Это указывает на то, что он содержит в своем составе отпугивающие инсектицидные и фунгицидные вещества. И очень здорово оттуда их изъять и использовать на нашу пользу. А одуванчик содержит в своем составе и витамины, и аминокислоты, и ростофитостимулирующие вещества, и горькие вещества. И все они в комплексе обладают фитоукрепляющим, стимулирующим и защищающим действием. Как же приготовить нам необходимый экстракт одуванчика для использования в огороде? Сделать это очень-очень просто. Достаточно взять вот такие вот растения полностью с корнями, с листьями, так как вы выпалываете эти одуванчики, как вы бросаете в зеленую бродиловку и так далее. Свежие, невысушенные листья с корнями, с цветочками, все вместе. Надо плотно-плотно утрамбовать в литровую банку. Если вы не поленитесь, порежете помельче, то будет еще лучше. Но я, может, немножко ленюсь и не режу. Так их отправляю туда. Вот полную-полную банку. Можно даже с гаком чуть-чуть, чуть-чуть даже больше. И вот это количество одуванчика надо сварить в 5 литрах воды. Вы можете варить там в 2 литрах, в 3 литрах, но конечный объем отвара должен быть 5 литров. То есть потом вы можете довести его до 5 литров. Итак, вот эти все одуванчики вытряхиваем в кастрюлю, заливаем водой и кипятим в течение примерно 10 минут. У меня здесь и земля на этих корнях какая-то попалась, еще что-то такое. Это все не имеет никакого значения. Доводите до кипения 5-7 минут, но до 10, больше не надо. Кипятите, закрываете крышкой, при закрытой крышке кипятите и оставляете до полного остывания. Лучше всего это сделать с вечера и оставить это все на ночь. Утром или там, когда захотите, вы это все дело процеживаете как следует. На 5 литров получившегося отвара добавляете 50 грамм хозяйственного или зеленого мыла. До полного растворения выдерживаете, переливаете, выпрыскиваете. И обильно опрыскиваете ваши растения даже во время цветения и во время плодоношения. Данный состав очень хорошо отпугивает мелких насекомых, борется с тлей, с трипсом, придерживает паутиного клеща. Он замечательно отпугивает всевозможных гусениц. Ну, конечно, когда у вас уже все в округе паутина и затянуло этих гусениц, когда целая беда, проблема, то, конечно, одуванчик вам не поможет. Там и тяжелая химия не всегда помогает. Но когда это нормальная, обыкновенная обстановка фитосанитарная, то это все очень хорошо помогает и очень хорошо работает. Опрыскиваете в утренние или вечерние часы. Обработки повторяете каждые 10 дней. Ну, можно чуть чаще, можно чуть реже, в зависимости от тех рисков, которые у вас имеются в саду и в огороде. Повторяю, что данный состав не представляет никакой опасности ни для пчел, ни для домашних животных, ни для человека. Вы можете им пользоваться абсолютно в любое время. Если у вас плоды на растениях, ну, то потом впоследствии вы взяли там помидорчик, огурчик, обмыли как следует от этого мыльца, ничего хуже не будет. То есть, наоборот, будет только лучше. Что ж, надеюсь, вы будете пользоваться этим способом в начале развития насекомых-вредителей с целью профилактики болезней и вредителей, с целью профилактики вот таких вот массовых поражений растений. И в то же время не будете наносить своим садоводством и огородничеством урон окружающей среде, а также своему здоровью. Желаю вам оставаться здоровыми, счастливыми в вашей семье, процветания, вашему дому, счастья, а вашему саду и огороду больших урожаев. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова